Я люблю Белгородское ПВО! Я люблю Белгородское ПВО! Друзья, всем привет! Ну что, вчера в Белгородской Народной Республике было тревожно! Да, в Белгород прилетело так, как еще не прилетало с начала этого вторжения. В полной мере ощутили. Помните, они столько бомбили нашу энергоинфраструктуру, а тут прилетело так, Белгород без света, паника, катастрофа, все бегают. Ну а что? Ну вот он, бумеранг вернулся. Что это значит и почему при этом сами пропагандисты жалуются, что самые рьяные сторонники Путина воевать-то не хотят, и что Азия уже смотрит на болотные территории? Сейчас обо всем подробно. Друзья, не забудьте подписаться на канал. Вы знаете, лайк, шер, комментарий, подписка. Это то, что помогает продвигать это видео. Ну и не забудьте, что мы заканчиваем сбор на антидроновое ружье для наших защитников. Помогите, мы готовимся к контрнаступлению. Поэтому либо донат, либо подписка. Таким образом вы продвигаете. И либо шер и комментарий, и лайк. Вот, собственно говоря, ваша программа. Но если можете все вместе, отлично. Начинаем, друзья. В Белгород вчера ночью прилетела, да еще как. Громыхало, ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как горела подстанция, электроподстанция, ТЭЦ. Часть города, значительная часть города была без света. И паника, паника, паника. Посмотрите. Ну вот так горит. Еще посмотрите немножко, как горит. Эх, гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Горело хорошо. На утро губернатор там, значит, выдал, что все, да, прилетели, говорит, беспилотники ударили. Действия наших противников, говорит, больше сказать не могу, военная тайна. Может, по военным еще объектам там ударили. Не договариваешься что-то, дядя? Послушайте этого дядю. Вчера на территории области ночью произошло два пожара. Причина действия наших противников. Я надеюсь, что вы меня поймете. Более подробной информации поделиться я не могу, потому что наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать к нашим врагам. Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего. В общем, у дяди тревожное лицо, и утро у него, по-моему, нерадостное. Ну что ж, дядя, что начали, то и вы, собственно говоря, и получили. Ну и, конечно, это значительное событие, потому что так в Белгород именно по энергоинфраструктуре еще ни разу не прилетало. Прямо мощно и прямо ощутимо. Столько времени они били тут нам, и в итоге получили. Ну и при этом они же там рассказывали, что никакого-то ПВО аналогов нет. А как всегда, как обычно, все оказалось аналогов нет. Ну иначе это назвать нельзя. Что же это все их ПВО профукало и пропустило все эти удары. А ведь только что белгородцы слали сердечки ПВО Белгорода. Посмотрите на этих комиков. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Ну, в общем, не помогли сердечки, и ПВО Белгорода не получилось. Эх, не судьба. Так же будет и со всем остальным. Они вот недавно втирали своим жителям, что у них все готово к эвакуации. Понимаете, вот так жили белгородцы до вторжения в Украину. Так Украина, значит, что-то там им мешало жить, но при этом ни эвакуации не было, ни обстрелов, ни свет был. А теперь полезли в Украину, и вот как-то все тревожно. Но им рассказывают, что мы вас эвакуируем хорошо. Посмотрите. Проводится тренировка по гражданской обороне. Сохраняйте спокойствие и порядок. Также для оповещения задействованы и автомобили ППС. Одновременно формируют и пункты сбора. Сегодня в Белгороде определены 44 таких точки. Для отработки практических действий привлечены сотрудники различных ведомств. Работают быстро и слаженно. Необходимо взять с собой документы, минимальный запас вещей и пройти сюда. Каждый автобус тщательно проверяют на наличие опасных предметов. После водителям вручают уникальные конверты с индивидуальными маршрутными картами. Задача за несколько минут разместить условных пассажиров в автобусах и отправить в рейс. Для вывоза определены 8 безопасных районов. Ну, видимо, так же хорошо их эвакуируют, как и ПВО их. Сердечко работает, да? В общем, смешно. Ну, а на этом фоне их же собственные пропагандисты говорят, что как-то не рвутся при этом жители, местные Z-патриоты, идти воевать. Все издалека норовят сказать, там, давите хохлов, а на фронт идти не хотят. Почему вы это? Посмотрите. Наслаждаются насилием. Понимаете, для них это все футбольный матч. Они причем постоянно говорят, вот, давайте сейчас хохлов натянем. И в украинском сегменте интернета происходит диаметрально противоположная ситуация. Там говорят, давай, как бы, бей русню, там, защищаемся. Вы, там, пришли к нам завоевать, и кто к нам с мячом пришел, тот отмечай, погибнет. Но по факту, почему эти люди самые ярые, такие вот, прям, вот, убивать, 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 и, там, наносить удары по центрам принятия решений и прочее, почему эти люди сами-то не идут на фронт? Ну, и на этом фоне они уже в эфирах своего пропагандистского ТВ говорят, тут Япония уже зарится на нашей территории, да. Говорят, вот, уже опять поменяли название, и в доктрине говорят, оккупированные северные территории, это прокурилы. Но тут же признаются, что так и до Сахалина дойдут. Опа, вот это звоночек, да. Они там недавно Тихоокеанский флот поднимали по тревоге, но, кто там не знает, поднимать-то некого уже. Все на кладбищах лежат морские пехотинцы Тихоокеанского флота, им уже спи спокойно, дорогой товарищ. И этим ребят уже отбивать Сахалин и Курилы не будут. Поэтому волнуются пропагандисты, послушайте. Ситуация там, да, в Японии, вот, выпустили недавно новые докторинальные документы, вернулись с формулировком оккупированные Курильские острова. Сахалина пока нет, но, я думаю, скоро и до Сахалина найдет. И вообще уже в японских политических кругах начинаются такие разговоры, что мирными путями с Россией вопрос Курил не решить. Надо думать о том, что, может быть, и силовым способом решайте эту проблему. В общем, резюмируют они, надо внимательно смотреть, могут и оттуда ударить. И там он очень хорошо говорит, могут уже наши территории забирать. А, то есть сейчас-то вы забираете не ваши, а посмотрите. Фактор вот этой напряженности, который имеет место быть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И я думаю, что нам нужно быть очень внимательно следить за обстановкой в том регионе, с тем, чтобы нас не застали врасплох и не начали какую-нибудь операцию действительно по захвату нашей уже территории. В общем, прозрения приходят для них и для белгородцев, и для зет-патриотов, и для российской пропаганды. И есть понимание, что, собственно говоря, кто при этом защищать будет Россию-матушку, не совсем понятно. Ну что, кто посеет ветер, пожнет бурю. Друзья, слава Збройным Сылам Украины. Лайк, шер, комментарий, донат, подписка. Вы знаете прекрасно. Держим строй. Готовимся к контрнаступлению.